Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский проинспектировал ход строительства школы в микрорайоне улиц Авиаторов. В конце мая там начнутся работы по благоустройству территории. Предстоящим летом будут благоустроены и улицы города. В частности, установлены малоархитектурные формы, выполненные на 3D-принтере. Как он работает и что уже удалось напечатать, главе региона также рассказали в ходе рабочей поездки. Новая школа на улице Авиаторов будет представлять собой комплекс, состоящий из четырех корпусов. Подрядная организация компания «Верса-М» продолжает внутреннюю отделку помещений. На сегодня смонтирован актовый зал, столовая, в спортивном зале идут монтажные работы. Отделочные работы осталось завершить и в корпусе начальной школы. Александр Цибульский по итогам визита отметил оперативность строителей при получении новых вводных от властей и выполнение работ согласно графику. Подрядчик идет в целом в графике. Были небольшие там отставания, но они уже практически сейчас наверстаны. Но здесь от этих отставаний, может быть, мы виноваты, потому что мы периодически меняем там дизайн внутренний. Мы так довольно серьезно и в ручном режиме занимаемся этой школой. Потому что наша задача, чтобы она стала такой действительно образцовой современной школой. Нам хочется здесь применить все современные технологии, которые сегодня доступны в образовании. И действительно сделать ее такой школой номер один, чтобы она, так сказать, стала локомотивом развития образования в округе. Следующим объектом посещения стал строительный 3D-принтер. Главе региона показали, как работает оборудование и готовые изделия. Заместитель главы Наринмара Андрей Бережной отметил, что основными плюсами использования 3D-принтера является экономия средств при благоустройстве и возможность разнообразить облик города. Специалисты, которые прошли обучение буквально 3 недели, пытаются, так в русском языке скажем, набить руку, попробовать какие-то формы. Мы набираем комплект проектов, которые можно будет потом в дальнейшем тиражировать. Но и, наверное, самое главное, это нестандартность форм. То есть, наверное, мы привыкли к тому, что она все однотипная. А если это будет разное, интересное и нестандартное, наверное, будет и город смотреться более симпатично и интереснее. На печать одной скамейки у принтера уходит один день. С учетом площади за день можно будет печатать по 5-6 скамеек. При использовании новых технологий, посчитали эксперты, бюджет Наринмара сможет экономить на покупке элементов благоустройства. Для печати используются различные смеси из бетона, цемента, гипса и другие. Мне кажется, это полезное устройство для благоустройства, для малых архитектурных форм, для того, чтобы наш город стал выглядеть красивее. Он делает очень качественно, быстро и точно, исходя из тех эскизов, которые будут нарисованы. Я думаю, что от Андрея Николаевича сейчас поговорили, что в этом году мы уже можем начать делать лавочки, цветники, какие-то действительно небольшие архитектурные формы. И надеемся, что в этом году горожане уже почувствуют в своей повседневной жизни о том, что приобретение 3D-принтера было полезно для города и город преображается. Но теперь самое важное научиться на нем качественно работать и чтобы эти изделия получались действительно красивыми и украшали наш город. Первые изделия, изготовленные на 3D-принтере, горожане смогут увидеть на улицах Наринмара уже этим летом. Скамейки и малые архитектурные формы будут установлены в рамках летнего благоустройства. Летом в городе традиционно будут высажены и цветы. Активная подготовка к сезону озеленения улиц, который начнется в июне, сейчас идет в тепличном комбинате «Солнышко». Александра Литкова, Вадим Спасюк, Телеканал «Север».